Ростислав Мурзагулов, политехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана, с нами на связи. Приветствуем вас, Ростислав, в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Хотелось так и сказать, да что ж такое происходит? Ну что ж так вот взялись? На самом деле без сарказма. Иногда складывается впечатление, что как будто бы действительно никто об этом ранее не знал. Да, и иногда складывается впечатление, что и на самом деле там и в Кремле те, кто считает себя главными, тоже что-то подозревали, дознали. Ну а если мы говорим о том, что ныне происходит, началось все фактически с Тимура Иванова, далее список этот увеличивается, и сегодня, я так понимаю, он пополнился еще именами. Все же, Ростислав, по вашему мнению, ну вот я не говорю там о заслуженности и незаслуженности этих задержаний, есть суд и так далее, но все же, почему так вот складывается впечатление, что серьезно взялись за топ силовиков? Так ли это? Вы знаете, вы сейчас рассуждаете, как украинка, да, говоря, что есть суд. В России суда нет, в России есть судилище, в России есть заранее вынесенные приговоры вышестоящим начальством, а суд существует формально лишь для того, чтобы эти приговоры как бы оформлять, как правило, знаете, задним числом. Соответственно, как бы вот здесь мы разобрались, а теперь к вопросу о том, почему это все происходит. Ну, смотрите, Путин стареет, и, собственно, как бы все уже было в истории, а все уже было не раз, и в последний раз в России мы видели такое при стареющем Сталине, и, собственно говоря, вот эти генеральские чистки знаменитые были тогда, когда он Тухачевского с Блюхером, и, по-моему, еще Егорова, сначала назначал маршалами за долгий и продуктивный труд, так было написано в его указе, а потом в его же указе, так, соответственно, точнее, в его же решении суда, которое было продиктовано им же самим, соответственно, было написано, что они долго и много лет были шпионами разных стран. Соответственно, сегодня мы узнаем, в ближайшее время, точнее, мы узнаем о том, шпионами каких стран были все вот эти генералы, сколько там металлолома украл Попов, который был, говорят, одним из самых эффективных генералов российской армии. Ну и слава богу, что такого генерала не стало, потому что, ну, действительно, я вот побывал на передовой в понедельник-вторник здесь, в Украине, в Харьковской области, и пообщался с людьми, которые в этом что-то понимают, соответственно, в общем-то, то, что Попова нет, ну, это, в общем-то, хороший знак для них, потому что, действительно, вот эта вот чистка, которую устроил стареющий вождь, который боится заговоров, это очень хорошо для ВСУ, это очень хорошо для здравых сил, для сил справедливости, и, соответственно, чем больше вот таких Поповых, таких ретивых, знаете, таких псов путинской войны уберут, тем лучше. Убрали его по одной простой причине, поскольку Путин опасался повтора какого-то Пригожинского демарша. Вот смотрите, он убирает Шойгу, и боевой вот этот генералитет начинает понимать, что дело их запахло керосином, точнее, тем керосином, который они украли, которым они должны были заправлять самолеты, и который они продали налево, и, соответственно, вот они поняли, что скоро их могут всех встретить и обелетить. Значит, соответственно, как бы они могли, как бы, по мнению Путина, устроить примерно то же самое, что устроил господин Пригожин не так давно. И вы помните этот прекрасный марш, который, в общем-то, беспрепятственно продлился практически до Москвы, а до Москвы не продлился только потому, что Пригожин вдруг струсил. Но вот этот Попов, он, в отличие от Пригожина, он вообще настоящий боевой генерал, да, он не уркаган, как Пригожин, он не, значит, не пользовался вот таким каким-то ложным авторитетом среди бандитов ЧВК Вагнер, он пользовался реальным большим настоящим авторитетом среди настоящих военных, каковых гораздо больше, чем ЧВКшников, как вы понимаете. Ну и, соответственно, вдруг, если бы, например, этот Попов, например, вступил во взаимодействие с какими-то еще генералами, которые тоже бы, например, понимали, что скоро их постигнет участь Тимура Иванова и всех остальных, поскольку понятно, что Белоусов однозначно десантирован туда с тем, чтобы сделать поменьше воровства и как бы поэффективнее армию. Ну и, соответственно, в этой связи, конечно, они начали бояться, я имею в виду, они это Кремль, они начали бояться, что вот этот Попов с этим как бы десятком еще каких-то потенциальных единомышленников может найти запросто, там, я не знаю, 20 тысяч бойцов, а так как этот Попов, в общем, ну не хочется хорошие вещи говорить про российского генерала, но приходится иногда, он был такой, знаете, ну вот не слуга царю, да, а отец солдатом, вот он был, потому что он был такой ершистый в общении с начальством, он был неприятен вышестоящим своим генералам, вот, но бойцы его действительно любили по одной простой причине, потому что все остальные генералы российские отправляли солдат, не считаясь с потерями на местные штурмы, а Попов вот действовал похитрее, значит, да, он как бы меньше их уничтожил, соответственно, они за это ему безмерно благодарны, поэтому найти несколько десятков тысяч человек для Попова и каких-то его потенциальных единомышленников, это, в общем-то, не составляло большого труда. Так как сегодня прихватили еще заместителя Герасимова, то делаем вывод, что, возможно, он мог бы быть в числе вот этих заговорщиков, которые могли бы попытаться организовать еще один марш Пригожина, грубо говоря, могли организовать попытаться военный переворот. Каковы сплошь и рядом стучаются в любой диктатуре, особенно в любой диктатуре на излете, который командует вот такой престарелый, выживший из ума вождь, и это выживание из ума видят даже солдафоны, да, обычно не блестящим умом обладающие. Ну, соответственно, вот я думаю, что причина примерно в этом в том, что Путин их в этом подозревал, причем я хочу заметить, что совершенно не факт при этом, что эти господа, этот зам Герасимова, этот Попов и все остальные, кого там сейчас прищущили, там и были еще фамилии офицеров чуть пониже рангом, соответственно, совершенно не факт, что они действительно планировали этот заговор, поскольку чем прекрасен старейший диктатор? Старейший диктатор вовсе не обязательно владеет точной информацией. Старейший диктатор мог это все сам придумать себе в горячечном сне под какими-нибудь наркотиками, которые ему дали, потому что опять разболелись какие-нибудь раковые опухоли. Ну, либо он мог послушать какой-нибудь доклад, какого-нибудь очередного интригана, который вошел к этому Путину и сказал ему, отец родной, измена, сейчас опять пойдет марш военных на Москву, вот там такой плохой Попов, вот там такой плохой зам Герасимова. И это опять-таки могло бы быть неправдой, потому что вот эти тараканы в банке, вот эти вот, значит, жаба-гадюки, они уже вовсю там друг друга дубасят, и довольно давно. А вот этот тип, который стоит сейчас на ваших экранах, он, собственно, как бы реально какой-то информации, естественно, не обладает, будучи отключенным от всех видов связи, он не знает, что такое интернет, у него нет телефона, нет мобильного телефона, нет смартфона. Соответственно, все, что он может, это он может выслушать 3-4 доклада в день тех людей, которые имеют доступ к его телу стареющему. Но этого, естественно, мало для того, чтобы иметь объективную информацию и принимать какие бы то ни было взвешенные решения. Поэтому эти решения истеричны, поскольку вот я вам рассказал о том, что я думаю, что они заподозрили заговор там, и поэтому поснимали вот этих боевых генералов. Но ведь вы могли бы меня поймать на противоречии и сказать, что, старичок, что ты такое несешь. А если они поснимают этих боевых генералов, то оставшиеся боевые генералы точно организуют заговор, поскольку они увидели судьбу лучших из них. И вы будете правы. Но дело в том, что я рассуждаю сейчас не как некий политолог, не как кандидат наук и не как человек, который обладает какой-то информацией о том, как действует обычная нормальная власть, в том числе кремлевская власть, к которой я имел отношение 10-15 лет назад. Я рассуждаю так, как рассуждает престарелый диктатор, как рассуждает вот этот вот человек, находящийся в своей осени патриарха. И вот, собственно говоря, он действительно поступил алогично. Действительно, скорее всего, это будет такой очередной Киев за три дня в плане запланированного результата и результата полученного, но поскольку я уверен в том, что сейчас среди генералов царит горькое уныние, постепенно переходящее в решимость. Потому что они прекрасно видят, что даже если человек, который воровал поменьше всех них остальных... Я еще раз возвращаюсь к судьбе этого Попова, который мне очень интересен как исследователя. Так вот, если этот Попов, который воровал меньше, действительно, чем остальные, да, он, скорее всего, украл миллион на каких-то несчастных 100 миллионов рублей, металлолом на 100 миллионов рублей, и, соответственно, действительно, скорее всего, это имело место быть. Но я думаю, что остальные-то генералы воруют еще больше. А этот, видите ли, был еще с какими-то принципами, и, в общем-то, их обнаружил, к несчастью для себя, и, в общем-то, за это поплатился. Ну так вот, а те генералы, которые воруют значительно больше, и которые куда менее эффективны еще и в боевых действиях, вот представьте себе, что они думают сейчас. И вот что они решат? То есть, как бы, понимаете, когда вот этот генерал понимает, что можно потерять генеральскую дачу, генеральскую Волгу, а это отнюдь не Волга, как вы понимаете, а Мерседес С-класса нынче. Ну и, соответственно, ради дачи и С-класса, в общем-то, для генерала организовать небольшой переворот в одном восточноевропейском городе – это расплюнуть. Поэтому, в общем-то, давайте будем ожидать такого переворота теперь от тех генералов, которые пока еще остаются на свободе и по-прежнему остаются в номенклатуре вот ушедших, а именно Шойгу, вот этого Тимура Иванова, ну и так далее. И этого вот заместителя Герасимова, который тоже сегодня арестовал. – Ростислав, если не об этих клаусах фон Штауфенбергах Курильщика, а о в целом происходящем Министерстве обороны Российской Федерации, Песков заявил о том, что это чистки, да, это борьба с коррупцией, Минобороны есть, потому что, ну, для наших зрителей мы можем разъяснить, Минобороны – это больше менеджерские все-таки вопросы, да, это обеспечение армии, это больше функциональная такая история, то Генштаб – это, ну, вообще абсолютно противоположная тема, это уже практическое использование ресурсов на поле боя, скажем, если коротко. Эта борьба с коррупцией, она началась, ее не было почему-то до конца апреля, но тут вот так и все начало быстро происходить. Ваши коллеги говорят о том, что эта борьба, она эффективна, на самом деле, если посмотреть вот на саму работу Министерства обороны Российской Федерации и даст Минобороны России и, соответственно, Российской армии много преимуществ, больше, условно, банальных ресурсов для ведения войны как против Украины, так и для возможной агрессии против стран Североатлантического, даже Альянса. С вашей точки зрения, эта борьба, эта вот перестановка кровати в Минобороны Российской Федерации, она с целью чего? Друзья мои, я хочу вас успокоить и обрадовать. Это не борьба с коррупцией, что могло бы действительно сделать Российскую армию боеспособнее. Это борьба за коррупцию. Просто борьба за коррупцию других людей. Вот там, как вы правильно сказали, кровати поменяли, а девочки-то те же, собственно, как бы, грубо говоря, поэтому я в данном случае не сексистски выступаю, просто это фигура речи. Значит, дело в том, что те же люди, как бы, по-прежнему управляют этой страной, и они просто были очень недовольны тем, что так много воруют команда Шойгу Иванова, и так мало воруют некие они. Под некими ими я подразумеваю все-таки, скорее всего, какую-то неизвестную пока науке молодую поросль. Это, безусловно, не Патрушев, поскольку Патрушев давно особенно мышей не ловит. И, соответственно, он сегодня официально ушел у нас на задворки российской политики. И не вылетел из них окончательно только по причине того, что он знает кое-какие секретики царя. Соответственно, вот эта вот молодая ФСБшная генеральская поросль, она осуществила вот это вот все. И причем, если вы думаете, что они не понимают, что тем самым они ослабевают российскую армию, что они делают ее более уязвимой в разгар войны, то нет, они это понимают. Будучи молодыми подонками, они прекрасно понимают, что все это катится в тартарары, что вождь стареет, что война никому не нужна, и что сейчас у них есть уникальный шанс быстренько много чего украсть, потом по поддельным документам выехать куда-нибудь в Венесуэлу, и там припевают чужить еще остаток своих дней, и дальше дети их должны там припевают чужить и все остальные. Поэтому, когда, в общем-то, все навернется, когда русские батальоны дойдут до Москвы и поднимут там бело-синий-белый флаг, надо будет очень внимательно смотреть, кто там по свежим пахнущим еще краской типографской паспортам срочно покидает Москву и таких людей останавливать. Вот это будут как раз те, кто сегодня устраивает эти чистки в Минобороны России. Интересно, кстати, Ростислав, в отношении русских добровольцев, русский добровольский корпус, Легион Свобода России, Сибирский батальон, которые проводили демилитаризацию на территории Российской Федерации, борьбу против путинского режима. Естественно, мы вот рассматриваем такую картинку, когда русские добровольцы дошли до Москвы, освободили Россию от путинского ига. Будут ли, скажем так, полезны для управления новым государством, новой системой чиновники, которые раньше были представителями путинской элиты, в том числе в Министерство обороны Российской Федерации? Ведь люди знают, как работает система, люди понимают, за какие ниточки необходимо дергать, чтобы система двигалась, в принципе, и работала? Нет, вы знаете, если вот спрашивают мое мнение об этом, то мне кажется, здесь надо будет поступать тем, кто сменит режим этот путинский. Ну, на самом деле, если серьезно осуждать, то не факт, что это будут русские батальоны. Вполне возможно, что это будет там в первой итерации вообще какая-то околопутинская элита. Потом они будут друг с другом грызться, там будет еще два-три президента, которые будут от них, и только потом какая-то адекватная власть. Но это, соответственно, когда вот там таковая появится, там нужно будет повторить то, что сделали грузины, например, и то, что Украина сделала с реформой ГИБДД. Потому что они в какой-то момент поняли, и вы в какой-то момент поняли, что этих старых гаишников вы не перевоспитаете. Их нужно просто взять и всех, увы, уволить. И всех выгнать куда-нибудь на вольные хлеба. И, соответственно, после этого ситуация драматически изменилась в лучшую сторону, что в Грузии, что в Украине. Соответственно, для того, чтобы в России прекратилось воровство и беспредел, вот всех тех, кто сегодня имеет отношение к российской власти, к российской армии, к российским силовым структурам, их всех нужно будет как шариков помойных куда-нибудь пинком под зад выгонять. Поскольку они не перевоспитаются никогда. Это люди, которые выросли в парадигме воровства и негодяйства. И в парадигме отсутствия любых законных инструментов. В отсутствии законного суда, да, то, с чего мы начали с вами разговор. В отсутствии законного следствия. В отсутствии всего, всех любых институтов демократического государства и свободы прав человека. Соответственно, вот этих всех людей нужно будет выгонять. И нужно будет прямо вот, знаете, как в свое время в России уже однажды случилась такая элитарная чистка. И в судьи набирали прямо, ну, вот одного, знаете, революционного матроса, я помню, поставили, была такая история, звонкая, она вошла в разные книжки. И поставили вот военного матроса одного судьей в Ленинграде, в свеже названном. Значит, соответственно, как бы, точнее, тогда еще в Петрограде, по-моему. Вот, соответственно, как бы, человек был, значит, необразованным, но он был с неким представлением о справедливости. Ну, вот и когда, значит, он выяснял, кто из двух претендентов мог быть отцом ребенка и кому надо выписать алименты, он решил так, что давай будешь половину алиментов платить ты, Петя, а половину алиментов платить ты, Вася. Ну, вот и все, все довольны, все счастливы, никто не очень в накладе девушка имеет средства на воспитание ребенка. И поэтому, вот, собственно, как бы, вот пусть уж лучше такие вот революционные матросы, пусть он у нас, Цезарь, станет главой Верховного суда России, как-нибудь он справится, представление о справедливости у него есть. Вот, я не знаю, Зирка, пусть станет у нас министром по социальному развитию, у нее тоже есть порядочность и справедливость. Все будет лучше, чем нынешние, поверьте мне. Ростислав, в конце уточнения, возвращаясь к этим чисткам, изменениям в Минобороны России и Генштабе, у нас буквально 30 секунд остается. Есть ли у Шойгу гарантии безопасности, скажем так? Ну, нет, у Шойгу нет гарантии безопасности, в том-то и дело, что Шойгу нельзя просто уволить, потому что, действительно, у него есть какие-то контакты, он может, по идее превратиться в некоего оппозиционера. Такие случаи в истории бывали, когда много лет лояльный какой-то господин, вдруг понимая, что вот он стоит на грани катастрофы и на грани выживания, он организует какой-то демарш и устраивает какой-то куб, да, переворот. Значит, поэтому я полагаю так, что если Путин решит, что Шойгу окончательно ему не нужен, или если, например, конкуренты Шойгу поймут, что вот по-прежнему от расставленных Шойгу, а он их много успел расставить за 12 лет вот этих вот генералов и генеральчиков, есть для них большая опасность, и нужно нейтрализовать его, чтобы они прекратили к нему бегать и плести заговоры и плести интриги, соответственно, Шойгу, я думаю, что, скорее всего, они просто тихонько убьют. Не так нарочито, как Пригожина, а сделают какое-то ДТП, и потом его похоронят, на лафете прокатят мимо Красной площади и скажут, что был такой отличный сын народа, все медальки ему там прицепят, бархатные подушечки красные. Вот это примерно такая судьба Шойгу, я думаю, ожидает в ближайшее время, возможно. Ростислав, спасибо вам огромное за участие в эфире Фридом, всегда вам тут рады. Ростислав Мурзагулов был с нами на связи, политехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал Фридом, чтобы не пропускать главного.